Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главном. Большая уборка. Более 10 тысяч инопчан в рамках Всекубанского субботника показали, как надо любить свой город. Писать на 5. Более полусотни жителей курорта проверили свою грамотность, приняв участие в тотальном диктанте. Золотая семёрка. Сразу 7 анапских спортсменов завоевали первые места на краевом турнире по кикбоксингу. Глава Анапы ведёт личный приём граждан каждый понедельник. К Сергею Сергееву на приём обращаются за помощью в спорных коммунальных вопросах, с проблемами имущественного и земельного характера, а также с общественными инициативами. Павел Цепюк – владелец пристройки на первом этаже многоквартирного дома по улице Тургенева, 250. Просит главу дать добро на перенос канализационного колодца. Коммунальное сооружение приносит немало забот жильцам пристройки. Водоканал не против. Водоканал, так, говорит, они прислали комиссию, они обследовали подвал, обследовали колодец, без проблем, говорит, переносил, убирайте его, он никак не повлияет на работу общедомовой коммунализации. Ну, всё теперь убьёт вас в эту вот общедомовую трубу, 5 метров трубы, которых надо под подвалу перенести из одного колодца в другую, вот и всё. Валерий Колнуузов, руководитель управляющей компании «Коммунальщик», объясняет, только после проведения общедомового собрания. Сергей Сергеев настаивает на том же. Жильцы дома должны выразить своё мнение. Давайте подключать организационный отдел, у них есть ТОС и ТОС, да, и от него инициатива в проведении собрания. Вы, Галерий Владимирович, помогите, так как вы обслуживающая организация и напрямую заинтересованы, чтобы работа была выполнена в качестве, хорошо? На приём главе заходят жильцы печально известного дома на Белорусском 8. Содеянное самостройщиком Антипиным ещё долго будет аукаться городу-курорту. На этот раз терпит бедствие цокольный этаж, который суд назвал «жилыми помещениями». Право собственности за Антипиным на квартиры в двух многоквартирных домах по Белорусскому 8, Летерзе и Летерей признаны решением Анонского городского суда. В этом решении в том числе призвано право собственности на помещения в цокольных этажах и выделена жилая площадь. В цокольных этажах? Да, 8 таких помещений и выделена жилая площадь. Значит в этом решении суда имеется ссылка на заключение о межрегиональном центре эксплуатации ЭКСКО, который пишет, что дом вообще приходит для проживания, не нарушая права вообще никаких лест. И также имеется ссылка о том, что администрация муниципального образования инициировала искоснуть и возражала против удовлетворения данного иска. Апелляционным решением 2014 года и решением Анонского суда оно устояло. Что нам мешает сегодня? Полно в открытых обстоятельствах. Да, ничего. Ничего. Поэтому записывайте. А второй вопрос я вам хочу задать. Вы все обратились в продажу. Ведь там все в договоре расписано. Что пригодны для проживания, что кто-то стоит 990 тысяч рублей. Вы сегодня в суд обратились о расторжении и возвращении своих материальных средств. Семья Ивониных просит помочь защитить их интересы. Глава Анапы дает еще одно поручение своим службам – обратиться в прокуратуру. Антипин должен ответить перед обманутыми им людьми. Жители Благовещенской, предприниматели и общественники с Сергеем Павловичем говорили о жизни станицы. О возврате в сельскохозяйственный оборот земель краевого значения, о подготовке к сезону. Глава Анапы заверил, этим летом решится проблема с водоснабжением станицы. Обеспечение водой и электроэнергии – главные вопросы на пути к сезону. Анапа приняла участие во Всекубанском субботнике. Генеральная уборка охватила всю территорию муниципалитета и объединила жителей частного сектора, городских микрорайонов и сельских округов, коллективы предприятий, организаций, сотрудников администрации, молодежных активистов – всех, кто любит Анапу и заботится о ней не на словах, а на деле. Всего в масштабных работах приняли участие более 10 тысяч человек. Всекубанский субботник стал примером сплоченности и организованности анапчан. Только на уборку поля в третьем микрорайоне вышли более 50 человек. Это сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, студенты, волонтеры и представители молодежных объединений. К делу подошли обстоятельно и серьезно. Естественно, мы и раньше убирали мусор, естественно, заготавливались, так сказать, свои силы, мощности. Ну, сами понимаете, прекрасно, что люди все… Зима прошла, настала весна. После зимы что-то осталось, ветер принес мусор. Вот, к сожалению, у нас здесь очень много пакетов полиэтилена, мусора, который принес нам, как бы, там, стройки рядом расположенные. Ну, где-то жители, к сожалению, оставили там на углах, может быть. Ну, у нас сильные ветра были, вы знаете, прекрасно зимние. Вот сейчас мы это все убираем, собрали жители ближайших домов, сорганизовали нам, строители нам дали технику, материалы помогают. Наша компания уборочная, вот чисто она по нам помогла, тоже предоставила инструменты, так сказать, наши рабочие. Большой субботник зашел и в каждый двор многоквартирных домов. Здесь активисты общественного самоуправления начали наводить порядки задолго до самого субботника. Так что в этот день осталось лишь навести лоск. В микрорайоне Южный на уборку территории выходили целыми семьями. Разбили у домов новые клумбы с розами, оформили газоны. Молодые отцы удалили весь сухостой рядом с детскими площадками, чтобы они были безопасными. Маленькая Надя Чумакова первый раз самостоятельно белила дерево, а на следующий год пообещала на субботник подружек привезти. Мы красили. А красили что? Бережи. Мы уже второй год участвуем в субботнике для того, чтобы этот уголок живой был всегда сиял чистотой, красотой. Я представляю автономную, конечно, организацию социальной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст». Это вот наш теперь подшефный объект. Мы теперь каждый год будем здесь наводить порядок. ТОС номер 13 в самом сердце курортной Анапы. Люди в домах живут десятилетиями и хотят, чтобы окрестности были ухоженными и красивыми. К обеду субботы все деревья побелены клумбой, при стволовые круги вскопаны. Как рассказала председатель ТОС Надежда Косова, новое увлечение соседей – редкие растения. Стараются поселить во дворе растения из других территорий. Любить свой двор надо. Это главное, чтобы любить. И будет тогда красота, как мир спасет красота. Работа кипела и в сельских округах. В субцехе представители сельской администрации и депутаты высадили перед административным зданием ТУИ. Расчистили площадку и распланировали заброшенный участок. В скором будущем здесь приступят к посадке деревьев и у жителей села появится собственный зеленый парк отдыха. В рамках субботника привели в порядок и главное достояние курорта – песчаные пляжи, а также излюбленные места отдыха анапчанных гостей курорта. Сотрудники управления городской администрации вышли на уборку территории вдоль Пионерского проспекта. А работники культуры приводили в порядок детский парк. Как всегда, делали это тщательно, легко и красиво, цитируя Экзюпери. Мы идем по дюнам, только дюны. На песок, куда они выходят. Это идем по дюнам, весь мусор, который есть, который вкладит в пакет, мы его собираем и самое главное условие – пакеты по одному не ставим. Пакеты ставим минимум по 10 часов. Несколько групп вдоль самого Пионерского проспекта, еще одна – по дюнам. Около двух километров с учетом уборки мусора группа проходит примерно за два часа. Первые мешки наполнились уже минут через 15. Возле забора нашли еще один строительный, но заполненный бытовым мусором. Обычно такие закладки на совести любителей пикников или предпринимателей шли в ожидании дождя. Все у нас в хорошем настроении вышли на работу, активненько так. Погода нам не портит настроение, так что думаю, что мы выполним поставленные задачи. В итоге на этом отрезке Пионерского проспекта и прибрежной полосы собрали около 300 мешков отходов. Береговую линию чистили до самой Бугасской косы – станицы Благовещенской. Как рассказали в городской администрации, там с линии барханов длиной около 4 километров и шириной от 50 до 100 метров городские службы и добровольцы собрали 264 кубометра природного и бытового мусора. В районе Джимите к уборке присоединились местные жители, а в детский парк вышли 120 работников культуры, включая городское управление. Это очень важно, это нужно, необходимо. И действительно нужно это делать с хорошим настроением и от души, потому что это наша Анапа. Это наше место, где мы живем, где наши дети живут. И мы должны быть чистые. Проснулся утром, умылся, привел себя в порядок и приведи в порядок планету. Нормально, дождика только бы не было. Ольга Корнилова работает в санатории «Русь» 7 лет. В том числе и благодаря ей территория ухожена. Однако даже здесь наметанный взгляд видит детали, которые нужно подправить. Это же работа, работать-то надо. У нас уже есть заезд для отдыхающих, для самих тоже. В итоге дождь терпеливо дождался, пока анапчане не закончат работу. Наводить порядок в городе начали еще в начале марта с первыми теплыми днями. Глава города Сергей Сергеев отметил, что работы по благоустройству не ограничатся одним днем. Телерадиокомпания «Анапа-регион» также вышла на субботник. В городе работали съемочные бригады, а сотрудники, не занятые на производстве, приводили в порядок прилегающую территорию. На участке, который находится возле офиса в третьем микрорайоне, собрали около двух десятков мешков с листвой и мусором. Как часто говорят, лучший отдых – это смена занятия, тем более если речь идет о труде на свежем воздухе при сидячей работе. Штат городской поликлиники пополнился еще одним востребованным врачом – мамологом. Решение привлечь на постоянную работу данного специалиста в управлении здравоохранения приняли после недавней акции «Недели женского здоровья», результат которой показал, что Анапе нужен такой доктор. В рамках краевой профилактической акции анапскими врачами было выявлено 8 подозрений на рак молочных желез, и 5 из них подтвердились. Сейчас эти женщины направлены на дальнейшее обследование и лечение в краевую больницу. Врачи говорят, серьезных последствий можно избежать, если диагностировать болезнь на ранней стадии. Для этого в поликлинике работает мамологический кабинет. Все даже 5, которые мы выявили рак молочных желез, они даже не подозревали, что у них есть какая-то проблема с молочными железами. Вот такая ситуация говорит об актуальности обследования именно женщин на предмет заболеваний молочных желез. Также для ранней диагностики на вооружении Анапской поликлиники есть аппарат УЗИ и специальный маммограф, который позволяет выявить любые патологические образования в молочных железах. Рекомендуется всем женщинам до 40 лет проходить УЗИ-обследование, а после 40 лет маммографию хотя бы раз в два года. При появлении каких-то сомнений, подозрений у женщины лучше обратиться к специалисту. Пополнять медицинскую отрасль востребованными узкими специалистами – важная задача, поставленная главой города. И она постепенно выполняется. Только за последнее время в Анапском здравоохранении появились ревматолог, нефролог, эндокринолог и пульмонолог. В планах пополнить штат геронтологам и расширить палеотивную помощь. Узким специалистам предоставляются весьма солидные преференции – компенсация за аренду квартиры или участие семьи врачей в муниципальной программе по предоставлению жилья за счет бюджета. Сегодня по поручению главы города будут меняться и сами подходы. Развивать необходимо не только плановую, но и экстренную помощь. Прием пациентов переведут в круглосуточный и ежедневный режим. Но для оказания такой квалифицированной помощи необходимы и высококлассные специалисты. Для них, по словам главного врача горбольницы, предусмотрены особые условия. Мы решили действительно уделить больше внимания специалистам, оказывающим экстренную медицинскую помощь, особенно в стационарных условиях. В связи с чем и возникла идея пересмотреть квалификационные требования к врачам, терапевтам, в первую очередь неврологам, которые будут оказывать экстренную медицинскую помощь в условиях приемного отделения. Для этого после обсуждения с администрацией муниципального образования, управления здравоохранением было решено установить минимальную заработную плату в размере 50 тысяч рублей. И дополнительно к тем мерам социальной поддержки, которые я ранее перечислял. И, конечно же, не за просто так отдавать эти деньги, не за факт наличия на рабочем месте, а исходя из определенных критерий, качества оказания медицинской помощи, соблюдения этики диантологии, профессиональных навыков, знаний и умения применять эти знания. Я думаю, что это новое и интересное решение в сложившейся ситуации оказания помощи, когда в течение десятилетий на приемном покое ничего не меняется. Такая ситуация сложилась во многих больницах. И мне кажется, что Анапа все-таки крупное муниципальное образование. И нам надо меняться, надо начинать быть большим городом. Анапа присоединилась к проекту «Тотальный диктант». Более 50 человек разного возраста проверили грамотность, написав авторский текст Леонида Юзефовича Улан-Удэ-Селинга. Школьники, студенты, пенсионеры, анапчане и гости курорта. Журналисты и известные люди, среди которых писатели Сергей Левин и обозреватели Оксана Чурикова. Представители разных профессий приняли участие в акции по проверке грамотности. «Тотальный диктант» писать было очень непросто. Потому что в первую очередь автор «Тотального диктанта» писатель Леонид Юзефович пишет довольно-таки непростым языком, который насыщен помимо топонимов еще и сложными синтаксическими конструкциями. Поэтому иногда приходилось додумывать, как он построил то или иное предложение, и выбирать между двоеточием и тире с запятой или точкой с запятой. В общем, пришлось поломать голову. Оксана Чурикова, обозреватель газеты «Анапская Черноморья», в проекте приняла участие из-за профессионального интереса, но и заодно проверить знания русского языка считает не лишним. Это был и профессиональный интерес, чтобы посмотреть, как эта акция пройдет у нас в Анапе и сделать репортаж в газету «Анапская Черноморья», где я работаю, рассказать нашим читателям, как прошла эта акция в Анапе, заинтересовать их, ну и, конечно же, проверить свои собственные знания, так как в процессе работы мы все пользуемся орфографией Word и, конечно же, знания, возможно, и утекают. Координатором и организатором тотального диктанта в Анапе выступил коллектив литературной кофейни «От А до Я». Также проект поддержали партнеры – археологический музей Горгипия и филиал Московского педагогического госуниверситета. По предварительным итогам известно, что два участника написали на «Отлично». Зарегистрированные участники диктанта могут узнать оценку на официальном сайте тотального диктанта в личном кабинете после 12 апреля. А 10 апреля в 19 часов пройдет онлайн-конференция по разбору текста с филологом. Награждение отличников состоится в третьей декаде апреля в литературной кофейни «От А до Я». Работа дателей и соискателей обменяться контактами приглашает Центр занятости населения города Анапа. 14 апреля с 10 до 12 часов в Центре культуры Родина пройдет ярмарка вакансий «Планета ресурсов». Подробную информацию узнавайте по телефону 402-38 и 320-41. 16-й краевой турнир по кикбоксингу состоялся в спортивном зале имени Яндарова. На ринг вышли более 170 участников, 30 из которых анапские спортсмены. За победу боролись команды из Керчи, Адыгеи, а также Краснодара, Сочи и других городов Кубани. Турнир был посвящен памяти Николая Испирьяна, основателя Центра армянской национальной культуры. Соревнования проходили в трех возрастных категориях. Давиду Арутиняну 10 лет. Занимается кикбоксингом 4 года. На тренировки его привел отец. Он и сам когда-то увлекался единоборствами. Для Давида это уже 15-е по счету соревнования. И в этом турнире он взял первое место. Это спорт, и твой организм все сильнее и сильнее. 22 анапских спортсмена стали обладателями медалей разного достоинства. 7 анапчан завоевали золото, 5 – серебро, а 10 кикбоксеров взяли бронзу. Победители соревнований войдут в сборную Краснодарского края, которую представит Кубань на первенстве России в Москве. У наших ребят очень хорошие шансы. Мы также отобрались у нас 6 человек на первенство России. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Наш праздничный партнер «Анапский хлебокомбинат» предлагает вкуснейшую выпечку на каждый день, а также куличи, пироги и рулеты к православной Пасхе. Представляем вам еще одного партнера программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эта качественная комплексная медицинская помощь начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Самые вкусные и свежие для самого светлого праздника в году. Пасхальные куличи и кондитерские изделия от Анапского хлебокомбината станут украшением вашего стола. Неизменное качество и неповторимый традиционный вкус для вас и ваших близких. Анапский хлебокомбинат – настоящий вкус праздника. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.